Переходя к сделкам. Постфактум, безусловно, кажется, что сделки понятные, сделки не представляют какой-то сложности, чтобы их совершать, но за каждой сделкой лежит стратегия. За каждой стратегией огромная проделанная работа по изучению рынка, по изучению инструментов, их волатильности. То есть уже по привычному, то, что вы видели, слышали, изучали, идет анализ от глобальной картины к локальной картины, чтобы понимать вообще, куда инструмент двигается, какой у него потенциал и вообще, что с ним происходит. Здесь я помечаю для себя трендовость рынка для того, чтобы, опять же, изучить вероятность движения. То есть вот глобальная картина. По сути, инструмент поддавливают. Он закрывается ниже уровня, его поддавливают. Я вам показываю сейчас чистые графики. То есть за этими графиками еще состоят определенный набор индикаторов. Почему? Для того, чтобы трейдеров алгоритмизировать. И согласно циклам движения инструмента золота, у него, как и у любого другого инструмента, есть свои циклы. То есть, видите, нету однонаправленного движения. Он обязательно откатывается, он дышит, как любой другой инструмент, но со своей амплитудой. Переходим дальше. Чуть более локально на часовом графике мы видим зеркальный, так называемый, уровень 1902.65. Опять же, по поводу круглых цифр, многие любят говорить, вот круглая цифра, непробиваемая, скорее всего. Круглые цифры зачастую пробивают. Например, если взять фонду, фондовый рынок, если круглая цифра будет 50, то с высокой долей вероятности зацепят и сделают 50.01 или 50.02. Даже есть отдельная книга на этот повод. Сильвании еще давно писал, работа с круглыми цифрами, несколько стратегий. Да, это тоже работает и вцепляется определенным диапазоном, но это уже отдельная тема. То есть, здесь мы видим, что инструмент из диапазона вырвался, собрал так называемую ликвидность стопы, как хотите называть, и что дальше происходит. И вот уже рабочий пятиминутный. То есть, предположив по предыдущей картине, да, то есть, вот инструмент там вышел из диапазона, консолидировался, пошел выше. Опять инструмент вышел тут из диапазона, пытается закрыться выше. Так лонг или шорт? Именно для этого изучается рынок, для этого изучаются инструменты, то есть, как они себя ведут. Но, согласно вот уже картине анализа, здесь вероятность цикла подходит к тому, что, высокая вероятность того, что цикл завершается. Инструмент вполне может сходить, если не на падение, то на коррекцию. Здесь сделка не лонг, здесь сделка как раз-таки в шорт. Продажа. Продажа от сопротивления. И дальше уже идет реализация. В какой момент, опять же, идет реализация? То есть, когда нужно выходить из позиции, когда нужно фиксировать прибыль? За этим всем, опять же, стоит математика. Математика процента положительных сделок, математика потенциала, математика самого инструмента, сколько он может проходить за день, неделю, месяц, в зависимости от вашей цели. Но нужно понимать, где, опять же, стоят риски. В каждом, опять же, на рынке есть определенные риски. Риски поднятия волатильности. Когда вы практически забираете, как здесь, цель, а у вас старт регулярной торговой сессии в США или какое-то новостное событие, статистика, вы должны понимать, что инструмент могут резко передернуть. То есть, приходит новый капитал, приходят новые силы, так сказать, и поднимаяся волатильность, вы уже теряете несколько контроль над этим риском. Поэтому, когда вам остается чуть-чуть дожать, то здесь нужно смотреть на свою математику. Если она вас устраивает, то вы просто закрываете. Опять же, в наборе у вас стратегии могут быть разные для диверсификации, но мы приходим к тому, что каждый отдельный трейдер должен начинать с конкретной стратегии, с конкретного алгоритма, для того, чтобы у него не появлялась каша в голове, чтобы он действовал и совершал действия четкие, алгоритмизированные. То есть, как видите, здесь подход с добавлением. То есть, сначала идет агрессивный вход, когда цикл завершается, но инструмент вытаскивает ниже. Затем, по мере удержания, сбрасываю, кстати, в чат, по мере удержания зоны добавка, потом еще за счет перемещения стопа еще одна добавка, потому что чем короче стоп, тем, естественно, можно больше добавить позиции. И затем уже фиксация. Идея трейда была, это безновостной день, то есть, без драйвера. В подобные дни статистики распределения инструмента чаще всего инструменты пытаются удерживать некий баланс, то есть, возврат к нулю. Если посмотреть, опять же, распределение инструмента евро-доллар, то в 53% случаев евро-доллар изменяется от минус 0,2% до плюс 0,2% в день. Вот такая вот вероятность. То есть, вы работаете с вероятностью. То есть, инструмент просто совершает то, что он чаще всего совершает в подавляющем большинстве торговых сессий. Вот эта торговая сессия была не исключением. Как видите, там, где фиксировалась прибыль, он просто сделал какое изменение? Минус 0,06. То есть, он сделал ровно то, что он делает в большинстве случаев. Переходя, опять же, к стопам, да, где выставить стоп? У каждого инструмента, как я говорил, есть своя вероятность. Вероятность амплитудности и вероятность того, куда он сходит и куда меньше всего вероятно сходит. Да, если вы выставляете определенный стоп, если у вас есть математика, нету 100% гарантии, что ваш стоп не заденут. Но есть, например, там, 70% или 80% вероятность, что, скорее всего, ваш стоп не будет заденут. Но если вы пытаетесь, там, вот, да, чисто проведенный уровень, ВСУ, ВПУ, ТВХ и так далее, то есть, да, ну, из общей базы знаний, если брать. Чисто удержали уровень? Чисто. А теперь посчитайте, сколько стопов вы здесь соберете. Минус 1, минус 2. Те, кто пытается короткие, минус 3 будут. Ну, минус 3 в любом случае получит, и минус 4 будет, и минус 5. А теперь давайте посчитаем, сколько при минус 5 стопов вам нужно делать потенциал. Как минимум 6 к 1. А теперь так, инструмент двигается от минус 0,2 до плюс 0,2% в 53% случаев. Реально ли вам взять потенциал хотя бы 6 к 1, еще комиссию закрыть 7 к 1 в этом инструменте? То есть, ответ на вопрос как раз лежит в том, что вы должны понимать, что вы торгуете. Ну, еще покажу пару примеров. Так, тот же, тот же, опять золото. Только видите, инструмент начали вот выкупать. Но, есть сопротивление, второе сопротивление, и здесь мы уже имеем дело не с уровнем конкретным, а с целой зоной. То есть, это, опять же, не проблема, вам важна реакция цены. То есть, где инструмент реагирует. Есть вот круглая цифра 1925, опять же, видите, круглая цифра, да, круглая. А вот как ведет себя инструмент по круглой цифре. До 1926, 05, даже чуть выше, легко стреляет. Опять же, знание, знай свой инструмент. Знайте того зверя, с которым вы имеете дело. И дальше реализация. Да, я такой краткий, да, краткий обзор сделок совершил, чтобы сильно не утруждать, чтобы сильно не заморачивать. Я думаю, для визуализации этого будет достаточно, чтобы вы могли сформировать представление вообще, какая работа стоит за стратегией, за каждым трейдом. Это просто уже механическое исполнение. Продолжение следует...